Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok 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 Разрезаем крышку. Разрезаем крышку. Я морщил от коржку, помылился в книжках, коллег, меня наимените в школах штаба. Ну, доля людей с высшейшей эдукацией у нашей коры. Ну, что здесь такое, что здесь 13 лет? В общем, сирот мушчин – это доля, которых уволили, 16. Ну, сирот мушчин – это программа «крышки школ» менее. Вот так, пока все наближающиеся до той ситуации объекты, понимаете, в основе этого удалить. То есть, допустим, что Выпадкова бы… Так, «крышки школ»… Так, «крышки школ»… Ну, давайте. Пусть так. Ну, нет. Как это робиться, скажем, про списы выборчих комиссий, про списы, про заданцы у ЖЭСа и так далее. В общем, подхода. Не потому что личную такую шансу покидали, покидали, покидали поперки с именами всех громадян. Это будет так. Какая имоверность того, что человек, которого мы выделим, будет иметь высшей эдукацию? Пытание не якой подкопки или так далее. Ну, а то, что пока… Ну, нет. А может, ну, если… Вот так… Ну, это дано. Хорошо. Получается? Нет. Вот тут, в общем, дремяемся. А вот, если у нас разведение такое… Ну… Ну… Вось… Некто… Ну… 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 Сами… Вытягнули его вот эту поперку. И поглядели… И башем, что этот человек – женщина. Пакует, да ли мы ничего там не глядим? Какая имоверность того, что у этого человека… Ну, про его, как мы знаем только его поперку, именно Ганоченко. Какая имоверность того, что у его будет высшей эдукация? Ну… Ну, уже давно. В 19-е. Так. Мы коллеги забиваемся? Ну… Ну… А не больше, что с… Ну, что с… Что с… Не… Не подобается, а не больше, что с этим не сразу делал? Ну… Ну… Ну, что с вами это… Ну… Ну, это… Это имоверность. Доля спориальных шансов у доли всех. Коли мы у всех людей разлетаем, Кожный человек, пусть вытянут из человека – это шанс. Спориальный шанс – это человек с высшей эдукацией. Тому доля людей, якоро не ротипов. Вся вот у всех… Ровно имоверности, коли мы у подкопа вытягиваем, Вытягивать вось такого человека. Да раньше не только… Не только… Не только люди. Вось… У задавщиков, которые имоверности, Люди любят разлетать шары. Вось в некой скрыне лежать там шесть белых шариков и четыре черных. Яны по… По померах… Однольковые… Так, и по верхней руке, Однольковые… Навокнуться… Так… Яны идти… Не… Одно… Вось… 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 Шесть белых и четыре черных. Ну, какая имоверность вытягивать черных? Шестьдесят… В roku… Шесть бьеток, шесть... Какая имоверность вытернуть из белого? Шестьдесят. Шестьдесят. Ну, вось, вось, вось... Ничего, я тут не хитро гоню. Вось, коли мы ведаем, что это женщина, то имоверность уже становится ровной дванадцати отсуток. А, вось, когда мы ведаем, что мужчина, что так? Вось такую имоверность зовут умовной. Это имоверность при умове, что некая иншая потеря отбылась. Имоверность потеря А при умове, что отбылась некая потеря В. У нас же в выпадку... В выпадку... В выпадку... В выпадку... А это высшая эдукация, а В это... Ну, скажем... Что человеку сегодня является шанчетом. И вот, если... Как же это означает сам? Вот, звучальная имоверность высшейшей эдукации, значит, у нас... Тринадцать. Тринадцать. Это все. Моверность высшейшей эдукации, вот так, про здоровную рысу. Сейчас... Дорогную рысу ставить, им же в разом вертикально. Ну... Дорогная мне умоверность так. Подобается она больше интуитивно. А при умове, что это жанчина, это будет дванадцать акционов. Ну... А... Умовная имоверность, что у человека это высшая эдукация, при умове, что у человека это высшая эдукация, это будет чемпионат. Ну и... Ну и явно она подлеживается. Можно тут... Я там только с ней и написал. Все тут довольно бедовое. Глядите. Это... М-м-м. Угу. Так. Ну, ну, можно... Давай, 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 давай... Я говорю, я говорю, это лишь. Я буду это лечить. Бомерность. Высшейшую эдукацию по умове, что это женщина. Мы взяли колькость людей с высшей эдукацией. А для каких людей из высшей эдукации? Где изъявляются женщины? Мы взяли пересечения людей с высшей эдукацией и женщины. Подлечили колькость и поделили на колькость женщины. Вот так. Поделили и назовник, и лишник на огольную колькость. И вот что у нас это мы видим. На колькость всех. И поделить на колькость женщины, но на колькость всех. Гетто. Видите, доля, 8 гетто, как первая тема, все равно всем. Гетто – иммонерность того, что у человека высшей эдукация и гетто – женщина. Гетто. А гетто – я вот тут запишу, выглядит долгой. А гетто – иммонерность того, что у человека высшей эдукация. Ну, просто глядите еще раз. Просто поршнюю разметанную долю. Поршнюю разметанную долю. Мы поделили на колькость женщины. Ну, и вот у нас 8 – это означение определение. Умолный мэр. Умолный мэр. Ну, когда, говорю, тяжковато, то давайте зараз поговорим 8. Поговорим. Что-то тут не написано, что такое сила. А, это обозначено. А, Омега? Да, это шифры. Ну, это колесия упражнений была. Омега – это вероходная, достоверная, вероходная потеря. Это все, что есть. Ну, и вот… Я вам покажу эту формулу, и… А потом, в окол ебы, я как раз поговорю от 8, о чем мы сказали. Ну, это эти 10 упражнений. Мы… В Аськале разглядали там… В этой… Просто элементарные проценты. И мы выиграли такую… Такую штуку, что… Доля некой… Некой… Суд… Некой судности, скажем так… Доля… В Аськале… В Аськале… В Аськале… Это… Среднеузваженная… Доля… Вот этого… Участка… Где в якости вагов… Где в якости вагов выступают участки. Так вот… Это не то, что аналог. Это тое самое. Это формула полной иммоверности. Иммоверность некой падеи… Ровно… В сумме умовных… Иммоверности этой падеи относно неких падей, там, b1, b… Ну, коли этой падеи полная группа не сумместная. Давайте… Не будем… Мы с… Тут… Вокруг этой формулы… Медузица… Лепей… Поговорим об… И вот чем мы хотели… И тут… Будет зразумело… Я… Все это правство… И еще плохо это… Вот так… Формулу можно записать… И… 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 Наши прошлогодние лекции, они есть? И… 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 Как же не возможно- То есть выборы так проводят? Выборы… Выборы… По сути, есть, объz с силой земли… Ну… Значит, возможно… Ну… Вот это… Тяжело чуть… Ну, скажем так, кожное социологичное пытание проводить методом тотального, склошного пытания – это не машина, ну, гарантия, так сказать, не машина, трудно-тоскудно. Ну, по социальных причинам я думаю. Что проводить? Выпадково, например, неких людей, их опритворить. Ну, на чем тут гольня мудроится? Вот если на законе великих лиц, коли людей достаточно много, то доля людей, такой дирижеры, у выборцы, будет приблизно ровная доля этих людей у, как это кажется, генеральной субботности. Ну, скажем, у дорослых населительских, коли генеральная субботность, те люди, которые настигают, скажем, все дорослое населительство проводило. Может быть, конечно, у них все, там только городское населительство, только сельское и так далее. В чем это было? Правильно? В чем это было? Правильно? Даже если бы они притягивают допросы. Ну, тут, наверно, снова те, как я сказал, и списы выборов. И списы жертвых там, типа их сельских советов и так далее. Ну, ничего тут такого нема, всё это можно было. А любовь тут, я говорю, что это антидная, это такая обставина, я бы не люблю сказать, я говорю, всё изменяю радикальным человеком. Человек необовязанный. И тем нечетодненько. Коли вам некоторое утвергите, звоните, вы можете, по-первых же, просто, банально эту утверги отчинять. Что в существенных воронках в Велике часто родится. Ну, не родится. По-другому. Коли всё-таки интервьюеру отчинили те, и он скажет бу-бу-бу, вот мы, я представляю так, такую тем же опытальнюю организацию, мы проводим опытальнюю на такую тему и так далее, и идти не могли бы вы и так. Человек может сгодиться, а может и сгодиться, никто его не может порынуть. И вот это, и вот что тут. Вот у приватности, скажем так, и вот тому, наведелась и такая операция. Коли, ось так ходит, Десяти не отчинили, Десяти попросили, Им отморили, Десяти не отморили. И вот, Коли, Глядя, что Оторвалось, А, Уиди, Обращая 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 Удиви Такие, Ну, Ненадо идентирные, Скажем так, Особистые дательные. Пол, Узрос, Адукация Как же это, Международный стандарт. Ранее было социальное установление, Зараз, Это, Это, Такие советы с Геона, Вышел, Можно сказать, Змоды, Ну, Род занадолим, И вот что, Отвывается, что доля сиротых, кто сходился поотказывать на пытание, доля людей из высшей эдукации не 13 от сотков, как и на нашей правительстве, на самом рождении, а из ступна будет. Нашла там не на 1-2 процента, а на много, там 20, нечего может быть. Почему это отбросилось? Потому что долгованные люди больше контактные. Многие люди не хотят отказывать, боятся податься некими неразумными, сказать нечто нетое. Тое, что не пустить в гад, властивая людям, я думаю, розовая эдукация, а вот это, может, я нечто не так скажу, и что от этого будет. Пусть люди с эдукацией больше смелые в этом свете. Ось так. Ну и что тогда и ругодить? Ну, тут есть тогда... Тогда вот один способ вывести из такого станка. Не надо тогда. Уже снова ходить. Так вы говорите, по кадрах, снова заходить и пытаться. Это у вас эдукация. Коли не вышейше, то дякую не нужно. Это вы нам не подойдете. Ну, и гаджете не подойдете. А вести и добирать. И добирать неких людей же. Ну, гаджете самым, может быть, там, и с взрослым, и с полом. Звычайно, нам отрубить так. Это называется выпадковая выборка с контролем кругом. Вот интервьюер различивать, сколь никаких людей потребно. И интервьюеру кажутся. Вости ветерова обытания. Жанчину 35 год со средней специальной эдукацией. Жанчину 40 год с базовой эдукацией. Жанчину 50 год с высшейшей эдукацией. Мужчину 40 год с базовой эдукацией. И вот так далее. Коли, ось, не доля попадается. Ну, дякую, пробачьте, мы будем дать. И вось, недалеко окажутся. Вось, таких слов. Покольте, мы вось, гаджете квоты вытекли. А квоты, гаджете у нас, вось, гаджете Б1, БН, гаджете вось, гаджете группы людей. Ну, где-то падеи, что вось, человек нам попал все-таки. Где-то, вось, женщины 35 год с средней специальной эдукацией. Где-то мужчины 40 год с базовой эдукацией и так далее, и так далее. Вот все в этой группе. А дали, вось, глядят на эту форму. И кажутся. Вось, мышь, вось, эта доля вытекли. Ну, и Покольте, объективно, есть некие моверности того, что человек, по рубове, что он является женщиной 35 год, средней специальной эдукацией, является просильником праватной властности на земле. И вот с этим жидом мы правильно сможем вылечить, по этой выборце, вось, доляру, призиннику, вось, этой властности на земле. Ну, вось, в попрощении вось, в этой форме. То на самом деле, просто берутся, вот в этой анкеты, какие забрали их, уводят их. А вот там просто лежат, ну вось. И какая доля людей сказали, что они за вот эту праватную властность. Сдавалось ему все доброе, сдавалось ему все доброе. Але, так выясняется, что вынеки этого питания не подтверждаются реальным житем. Например, когда у России, в 2012 году были очень хваливающие болотная пловушка и так далее, неякие о питании не продказывали это. Бывает такое, что перед самыми выборами проводить обитание, люди каждому думают, некий расклад прессильности выявляется, а потом выборы показывают нежнейшее. Нежнейшее. В общем, тут спрашивают. Можно, конечно, сказать, что люди там хвалуются, что они боятся давать отказы на некие пытания. А левось. Такая недокладность назирается там, где пытание, скажем так, безобиднее. Ни я, ну, некой такой, некой социальной небеспеки, той деньши отказ на питание не представляю собой. Справа восемь уже в этих отмовах, в деньши этого опыта. Что я, мой друг, восемь. В восемь. Прошли годы стих. Пусть, 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 пусть там женщины 35 год, с серединой специальной инстанцией. Не могли бы вы отказать на наши пытания? Не пробачьте, не могли бы. Пробачьте, не побачьте. Идуть, идуть, снова. Отчинили веры, снова женщины 35 год. Середняя специальная инстанцией. Не могли бы вы отказать? Да, поняла, сказала. А нам отказано. Казалось, пусть такой абсолютно не ягодит математики. Не ягодит математики, не математики. Скажите. Вось той факт, что первая женщина и другая выехать от одной круглой анкетной датиной. Анкетной датиной у той части, какой мы их фиксуем. Пол, завоз, адукаться. Ну, можно додать ей занятку, но это ничего в принципе. Скажите. Той факт, что одна отловилась разговаривать, а другая похотелась. Дело же дефакт. Выпадковой альбо нет. Альбо... Ну, конечно, может быть, да. Там нечто сдавалось в одной этапе, где-то такое, где самостоятельно выключено. Ну, выключено и выключено, наверное, выключено. Не так уже часто бывает. Гэта выпадковая причина, гэта выпада, хоть будет нечто иншее. Чему одна поражается уденежать у опыта ряда в районе? Конечно нет. Нечем в этой лиде отразниваться. Нечем в этой лиде отразниваться. И вы следите. Просто поражение. Просто поражение. Некая... Некая... Крайвость... Некая героина... Ну, не яких тут, наверно, не важно. Тридцать... Отсот полнасельництва... Поросильники. 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 Стоять. Ура. 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 Ура уже давно. Ура. А семьдесят... Семьдесят... Против. Когда абсолютно правильно работаете пытания, ну, сопроводил упадкова, людей так играть, предоставково великое, и задавать им пытания, идти и потренируете, вы ура. Абсолютно заразумело. Внимание, не шок. Когда выборка у нас достатково великая, закон великих лицов, и сопроводилась такая абсолютная числа неподруга, в хирург собранных анкет 30 приблизительно от сотков будет быть с отказом, да, подтремливую, а 70 от сотков нет, не подтремит. Так? А теперь, заразу, я не всегда слушаю, что противники, ну, именно такие злостые, не подобаются, что робятся в грамматстве, не ходят в искреннюю роль, а мужик боятся. В карате я рассматриваю такие крайни, вот это, просто как был видный, может, этот механизм. И они не сгорчаются у денег жить, у обитания. Сгорчаются только люди с лекопрохимиками. Сироты, сенсии, там, от укации, взрослых, там, попу. Ну, может, что бы есть, разве хоть же не уразмерковать нибудь этот приквен по межпархимикам и противникам. Али можно добрать 3 доли, какие потребны, сирот, бархимик. И вот собрали анкеты, короче, нас тут все доли выдрануты. И по администрации, и по поле, и по взрослому. Все долго. И по кольке в обитании попали только гэтые люди, який процент бархимиков будет сирот вот с гэтых собранных анкетов? А? Ну, а какие именно гэты? Только гэтых. Какие? С гэтых тридцати мы набрали вот анкеты. Сирот гэтых анкетов. Який, якая доля, який процент, будя людей, який разговариваю. А если только из их, то 100 процентов? Ну, и навито гэтые есть. 100, 100 процентов. А на самой расчех тридцати. Вот что такое, вот что такое адмок. Вот что такое адмок. Вот что такое адмок. Вы можете запытать, но сказать, ну, гэтаж гэнь великая лишьба. Семьдесят, сот, ну, семьдесят процентов людей не хошит в деньшит уапытань. Я абсолютно недавно запытался у своей коллегии, былой коллегии по институту социологии, який процент адмокал зараз, то есть у нашей крови, десяти восемьдесят процентов. Как опытать одного, треба свернуться до пяти человек. Четыре отморят, один пройдется. Таким шином, фактично, опытывается двадцать отсотков населения. И я отрозниваю цех, это двадцать отсотков, а до остальных восьмидесят, а до остальных восьмидесят. Это абсолютно незразумево. Бог, это восемьдесят отсотков. Это я, та доля айсберга, что под поверхней воды. Мы их ни шока не имеем. Хорошо. Восьмидесят. А восьмидесят цена заявил, что помывка выборки у нас вторые отсотки. Спасибо. Тереть отсотки, это вылечено, ну, заходящий за первую выборку, на кольких это, там, подкова, на кольких, на кольких докладах укладывается закон «Великих лиц». Тереть отсотки, это было, коль выборка была правильная, коль никто не отмогался. А тут вось, вось такая штука. Ну, ситуация тут такая вдали. Ну, до заходих это факт. Повестали давно, и там уже есть книги, которые присвечены вось феномену «Одмогут». Ну, как с этим, как бы быть первым. У России пишут специалисты артикулы на эти темы, и открыто говорить в интервью. Я читал такие гады. У нас, у нас по коль, что, на проговорочие словами «Оскар-классика», фигура умолчания. Просто, ну, гадынские социологи, по коль, что просто не можете об этом говорить. Ну, кто-то больше грамм, и всё это разумеет. Хотя, ну, что тут разумеет, это всё просто. Ну, погачаются, ну, может, не так, уже адрозниваются. Да и кто бы денег, и кто бы денег. То и сё мы бы отказывали. Так что можно корыстаться такими технологиями. Ну, кто-то просто скажет, «Для ми у меня доля отказов не великая, у меня только двадцать отсот». Ну, это можно сказать, что и мне в уголе немаотмогут. Пусть, вось, нежно наделывали этих умоленных имоверностей и формулы полной немоверности. Без всяких формул можно перегонаться, на кольки можно доверять выникам вот этих опыта. Повторусь, а никто, а будучи, что, к нам всё в нашей карьере, не проводит давление кольки у них долу одному. Так. Ну, тут такие промежливые финиш у нас. Восьми богатыми идёте куда-нибудь? Мы можем залывать. Ну, всё, что за угол. Ну, подержите, что этот курс всё же не будет выживать после Нового года. Ну, я бы сказал так. Это пишется не только в использовании имоверностей и терцорков, и что-то больше. Вы можете приносить сюда, ну, если вы нежно притягиваете вашу голову, то есть на такие колькотоподричные дымы. Ну, маршрута будет то, что будет текаво не только вам. Ну, и маршрута, так само, есть у нас такая форма операции, консультационный пункт. Мы можем, и индивидуальную парадку, Галина Вячеславовна, мы можем сказать больше, подорожать, можем поработать. А за раз я хотел бы рассказать об другим важнейшем понятии теории леверности. Ну, их в уголе, в этой теории два. Одно, это выпадковая потеря, а другое выпадковое величие. Случайная величие. Так. Что такое выпадковое величие? Это некая величия, некий лик, а может и нет. Значение какое залежит от выпадка. Залежит от выпадка. Зависит от смысла. Ну, самая простая порыва. Вот то и о чем мы и сказали. Я люблю так, на односно невеликой сукупности порыва, то говорить, как было башено я между собой взаимодействую эти разные проблемы. Пусть вы пришли уграм. Дружиня чарги. Может быть нуль. Может не быть чарги там в кассу. Может быть один человек. Два, три. Ну-ка лет десять, там, вы стоят, вы будете по десять грамм на пыль. А может там, я на добром разу и жертву надо великих не бывает. Ну, так вот. Дружиня чарги, якую вы застали, прошел же карман, о, прошел же доказ. Очень это типовый прыглок выпадковой величины. И, что вельми близко. Час, який вы потратили стоящим чарги, ну альбом не стоящий, а колею. Час, колею вы потратили чарги, это так самое выпадковое величиня. Ну, и такие рафинованные прыглы, вот, все с той же гуляльной костюмой. Ну, там на гране лишь бы, но и ныне не лишь бы, а такими кропочками, значит. Один, два, три, четыре, пять, шесть. Ну, есть выпало один, два, шесть. Ну, что-то так самое выпадковое величиня. Ну, ничего же тут такого, ничего хитрого тут нет. Ну, что-то так самое, такое перчестное, можно сказать, понятие. Ну, такое. Означение, ну, толтологии, толтологии, что-то. Вы подковали величиняк, который величиняк, это величиняк, это величиняк. Вы подковали величиняк, это величиняк, это величиняк, это величиняк. И, скажем, колер волосов человека, и, я бога, вы с устрока идите на улицу. Идите и глядите там на волосы. Ну, идите, наверное, на волосы. Ну, блакитное, там, черное, там, зеленое, невызначенное колер. Возь в этой колерах, это так самое величиняк, только она не величиняк. Ну, мы будем по-круче что-то разговаривать про величиняк. Катурыч, как сказать? У нас осталось где-то около полчаса. За 10 минут предупредить все решение. Спасибо. Так вот, давайте посмотрим, что мы будем развязать только такие колькасные выпадковые величины. И вот такая задача. Пусть она штучная. Ну, штучная задача так само добавить. Хотя тут есть нечто, связанное с азартными кольками. Ну, я имею в виду, что, ну, разыгрывается некая лотерея, такая, если точная, беспроигрышная, и нечто такое. Без выигрышной. Без выигрышной. Без выигрышной. На первые дни Нового года будем больше как на месяц тысячи. Выбудут это разглядать. Возь кидается вот эта костка. Ну, и вот что выпало, стольки, ну, скажем, тысячу белорусских рублёв человеку, гостю на новогодних сетях. Ну, выпало один тысячу. Ну, тысячу. Пять-пять тысяч. Скажите, а у середним, у середним, колький человек будет один, гость будет выигрывать? Колький у середним? Ну, имоверность. Что выиграли? Тысячу. Ну, будем казать, там, рубль. Я думаю, вы так само заворужили, что тысячи просто уже рубли, кажется, будет по уровню. И так оно доровное. Ну, что вы выиграете? Рубль. Одна шостая. Что выиграете? Это два, так само одно шостая. Ну, букостка, правильная. Моверность. Кожные грани. Одно шостая. Вот. Сколько у середних выиграете? Можно, конечно, вот так подкидывать, глядеть, что выпадает, и так подлишивать. Вот. Что ты выиграл? Столько, это столько. И так взять нечто середине. А вось просто, не робящий никаких выправований, вось... Трис Павлов. А? Трис Павлов. А? Трис Павлов. Добрый раз. Трис Павлов. Трис Павлов. 21. Трис Павлов то, что честно.. Трис Павлов. 1А 21. Ага. Ну, зараз як в это родится. Такие подлики, оценки на самых ведьмах часто доводятся обидами. Кольки в середнем нам дойдет состоять в той же шансе. За який шанс мы проедем на такси от Небуль до Небуль? Ну, может быть, больше свободно, может быть, больше машин. Худкость меняется. Вось, кольки будьте у середнем, гэта мельми, погодитеся, гэта мельми, шасно уживаются. Вот я хочу показать, что за этим понятием стоит и як оно отрывается. Ну, первое. Чем характеризуется выпадковая величиня? Эна характеризуется, гость, двумя рычагами. Своими значениями, ну, скажем, у выпадку костки гэта лики от одного до шести. И имоверностями этих значений. У выпадку костки гэта имоверностей все от ноль, гэта одна шестая. Ну, вось, гэта записано по абстрактным выгляде, огульным выгляде. Вось, гэта некие значения один, а два, а гэта имоверностей этих значений. Так, вось, давайте взвернемся до нашего проеклада с шарой и вось поглядим дам. Допустим, что мы некие померы не имеем, и мы переканалися, вот так, назирающие статистично, что имоверность того, что мы не заставим шарги у вогли, гэта ноль двадцать пять шверц, что с шарга будет один человек, так салам он двадцать пять, ну, и далее к грагу изменьшается. Моверность двух человек, трех, четырех, пяти. Лишим, что больше за пять шарги у этой граги не бывает. На одного человека, на одного человека, ну, газирка в среднем затрашивает две хмелины. Кольки у среднем человек, у которого прошел эту грагу, доводится стоять в шаргане. Вось, на одного человека иди одна хмелина, а имоверности застать вось не одного человека, одного, двух и так далее, до пяти, вось такие имоверности. Кольки у среднем бредятся шаргане? Давайте поглядим. Ну, по-перше, по кольки нас текает не кольки человек стоять, а кольки часу мы потратили. Вось люди переведены у час-чаргане. На кошмар две хмелины, значит, можно не шикать ничего, две хмелины, четыре, шесть, восемь, десять. Вось имоверности в этой же шаргане. 0,25, 0,25, 0,0. Я пишу не 0,2, но 0,20 сотня было одностояние. Вось это имоверность. Вось в кольки будем шарганы. Давайте уявим соперника, уявим, в которой можно не обидеть, что мы зарубили сто и сто-то. Вот сто раз заходили в эту крану и влетели. Какая торча была? Ну, не полетомаясь. У силу закона великих ликов, вы разумеете, что, коли стоять, вы тот, кто приблизно, приблизно, вот эта волна означает приблизно. В двадцати пяти выпадках со ста шарги не было, у двадцати пяти был один человек и так далее, и так далее, и так далее. Кольки пришлось бы шикать. Мы, скажем, не шикали, просто глядели на шаргу, а кольки пришлось бы шикать. У двадцати пяти выпадках не довелось бы шикать в окне, как и не было. У двадцати... Сверху, вот так, над ножкой, это колька-сверху. У двадцати пяти выпадках со ста шикали подвергали. У двадцати... По четыре... Ну, и так далее. И вот, давайте, складем усердые шикали. Все сто выпадков сгруппованных, вот, по... Да, уже не шикали. Сгруппованных. Заразумело, у реальности они все были бы переплыты. Раз застали пустую кассу, раз, там, два человека, доступным разом для одного, вот, пять, а мы вот их сгруппуем по ста. По шассе какая-нибудь. Все это складем и поделим на колькость наших испыков. Сто. Вот это будет середняя... ну, середняя архитектура. Все складем и разделили, поделили на колькости. Это заразумело. Доброе. Ну, тут я просто перепосалываюсь этой суммы, Скоро старше множество. Нуль на двадцать пять разов, два на двадцать пять разов, четыре на двадцать, шесть на пятнадцать, восемь на десять, двадцать на пять. Вот, все это. И все это поделим на сто. А зараз взробим такую штуку. Ну, абсолютно простую, но взробнее. Ну, десять и пятый, а шесть на двадцать. Не будем вот это вылечивать вот тое, что у души, а потом делить на сто. А поднесем гэтый дельник подушки и поделим вырос кожный из добытых на сто. Глядите, что там говорится. Нуль помножить на двадцать пять сотых. Два помножить на двадцать пять сотых. Четыре на двадцать сотых. Это ж имоверность того, что шаргануть. Значит, нуль на имоверность нулевой шарги. Двадцать пять сотых вот это, это имоверность того, что шаргать появится две гнели. Гэтого двадцать пять сотых, это имоверность того, что доведец шаргать 2 гнели. Гэта, что доведец шаргать 4 гнели. То Бог глядите, что отремливается. Нуль на имоверность того, что шаргать будем 0 гнели. Два наимоверности того, что доведется шагать твень и гэта твень. Глядите, что отрывается. Кожная должню шаганье мы помножаем наимоверность гэтэй должни. И потом складываем. Кожную должню шаганье, кожную величину шаганье помножаем наимоверность гэтэй величине, и все складываем. И вот гэтэй есть тюстеретия. По абстрактным выглядеть гэтэй выглядит так. Глядите. Ну, вопадковое величине гэтэй означает чемусти гэтэй кси. Вот гэтэй значение, вот гэтэй имоверности гэтэй значение. И вот глядите. Вот гэтэй середняя, и вот означает, случайно, одно из двух гитаров. У русско-безглаворусскомовной литературе М, у ангельской частинии Экспектэйш. И вот гэтэй середним значением, и тое, что мы подвешиваем, альбоматематичным шаганьем вопадковое величине. Так вот гэтэй это середнее значение, альбоматематичное шаганьем, ровно вот с чем мы кожное значение величине этой вопадковой помножаем наимоверность этого значения, и у всех гэтэй с добытки произведено. И у всех гэтэй с добытки складываю. И у всех гэтэй с добытки складываю. И у всех гэтэй с добытки складываю. А сейчас перегадаемся, чтобы, уважаемый адам, нам правильно сказал, сколько у середнего будет выигрывать гулец в эту такую чудовую гульню, где не маброшенную. Глядите. Выигрыши ровные. 1, 2, 3, 4, 5, 6 рублей. 6 рублей. Имоверности у всех этих выигрышей. 1, 1, 6. Ну, и адаптов человека с доброй математичной эдукацией, как у этого молодой физической факультете. Ну, Путинка 8 подлежал для них. Значит, 1 на имоверность 1, плюс 2 на имоверность 2, плюс 6 на имоверность 6. А не все это, все эти имоверности это 1, 6. Значит, 1 на 1, 6, плюс 2, плюс 2 на 1, 6, плюс, и это далее, плюс 6 на 1, 6. Ну, прям до слова. Ну, далее я как грамотный вот имоверный человек, когда он зарубил такое, чтобы он вынес, когда одну шостую, задушки. Туда засталось 1, плюс 2, плюс 3, плюс 4, плюс 5, плюс 6, помножить на одну шостую. Ну, а не больно. Скажи, уже зусим просто. 1, плюс 2, плюс 3, плюс 4, плюс 5, плюс 6. 6, поделить на 6. Ну, зараз поглядим, что тут отрывается. 1, плюс 2, плюс 3, 6. 21. Плюс 4, 10. И 11, 21. 21, 21, поделить на 6. Ну, далее я думаю, Адамар убил так. 21, это 18, плюс 3. 18 на 6, 3. И 3 на 6, полу. 3 с полу. Я думаю, в ход думки тут... Трошка иначе, как в ход думке. Ну, 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 заразумел бы это. 18 на 6, 3. Ну, и сейчас остается 3. 3 на 6, 1 дамкая. 3 и 1 дамкая. 4. Так что... Вось-як, это... Вось-як, это... Родится. Ну, и... В этот шаг... И... С имоверностью... Вось-як, это автоматичное шаганя, Вось-як, это не изначально. Вы лишаются одним сутности, Одним из двух способов. Извините, Николай Николаевич, Вы просили обратить внимание. Спасибо. Одним из двух способов. Альбо вось по этой формуле, коли мы ведаем вот этой поверности. Альбо стадистично, просто вось... Вось, кольки в середнем займаю у Вас дорога набраться. Ну, взяли так, не пленовались и так, и месяц фиксовали. Тут сорок квилин добирался, тут тридцать семь квилин, тут сорок три, сорок одна, тридцать восемь. Ну, и двадцать процованных днёг, ну, двадцать два, ну, в квали поделили, на сколько ждёт, а термалили вся редняя. То Бог альбо выкористовывал восемь формулы, альбо стадистично. И, треба сказать, что ни шора, инжора, сумности, вроде теории, вось, в целом центре немало. Хотя написаны тысячи вось таких толстых книг и редакт-долей, а ли у основы сидит там одна из этих двух простых агажев. Для потей, формула полной иммоверности, ну, не скажем, формула полной иммоверности, и вось классичное означение иммоверности, доля спориальных выпадков сиротсин, а альбо стадистично. А для выпадковых величин, снова-таки, альбо вось, такая формула, вось тут она в конкретном выпадку, а тут у агольных, альбо стадистично. Вось, всё это может быть просто время складано, там могут быть некие промежковые увеличения, одно вылишивается, просто другое, и так далее, и так далее. Альбо вось тут океанности, альбо вось тольки, я как это видил, это тольки два способа увеличения иммоверности восьтое считание. Альбо вось восьтое... спориальные шансы и их долю сиротсинских альбо вот стадистично. Ну, и вот некие формулы, эти мы, если далих, далищины Шваб и формула суммы потеют, там, формула полной имоверности одолея сейчас-то вырастовывается. Ну, вось, одолея, как о вось, и памятаю это не кто-то, не что нангельскую, памятаю только фидальную францию, practice, practice and practice, ну, только вось так можно протыковаться в этом, и поступово можно при нам все научиться сделать, когда вам, кого-то скажет, внешне разумное, когда 70, я скажу, колькость марши усередним изменьшается некая корона на 70-30. Вось, и это то, что я хочу сегодня рассказать. Ну, у нас, видать, еще пара прелигиоз, у кого есть питание по тому, что мы сегодня, вообще не сегодня? Николай, у вас, видите, у вас традиционная интуиция, вы отрывали доброе доказание, вы склончили технический русский зверьми доброй под архитектуркой, и, дальше, у меня были супрационники, ну, эти, ну, молодейшие из вас, позднее скончили. Поверьте, это не комплимент. Ну, вось, я решу, не веду я ксишек за раз, а ранее у РТИ, у вас сейчас, да? По-техническим. По-техническим. Да. Ну, потому что, там, взаимодействие. Но дело в том, что те люди, с которыми я качал, то же самое, они ничего не понимают. Ну, видимо, все-таки не в коня своего рода. Ну, не в коня своего рода. Вот о чем лечь? То есть, научить таким человеком нельзя вообще. Нет, это сконтактно. Человек может научиться, как-то лучше. Натаскать можно каким-то алгоритмом, но не более того. Ну, 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 слушайте, когда я прошел, там, в фильме давно, на математичной факультете, я же говорю, я не веду все, но научился. Ну, ведомая апелляция для интуиции, она, ей это рыба выкоростовывать, особливо, коли говорите про людей, где каких-то не будет специальностей, и каких дней надо грузить, вот, техничными подробностями. А интуиция, она везде тренируемая штука. Она везде развивается и тренируется. Так, еще я у кого есть. Так, покойте мы полового курса нашего прошли, так? Те есть некие завои и пожитания, и, так далее, на наступную половину. Ну, скажем так, коли внешность есть, у нас есть внешность явится, у нас есть дистанционная платформа, можно туда и все это досылать. Я не могу сбыточки на крытыку, на крытыку, не скарнется, крытыцей, в этом намерении, в общем, любые мерковальные, додатные, крытычные и их же разважальные будут устраняты додатно. Ну, тады мне застаётся потяковать самых мужливых и наступалливых слухачоу за увагу, и пожитать добро застаять, добро проводить старый год, этот год — это для нас устаёт новый, и всего не легшего в этом новом ходе, и поддерживаюcipe состяющих, так само, в этом новом годе. Субтитры создавал DimaTorzok